Окей, ребята, жуткие удалённые сцены в мультиках. Всем привет, с вами я, Дима, и сегодня я подобрал для вас несколько жутких вырезанных сцен из мультфильмов. Под прошлым роликом вы собрали неплохое количество лайков, так что если под этим их будет неплохое количество, я быстрее возьмусь за новый выпуск по мультфильмам. Так что, как всегда, всё зависит от вас. Ну а начнём мы с Пиноккио, с мультфильма, рассказывающего нам историю деревянного мальчика, у которого от вранья начинал расти нос. Мало кто знает, но в изначальной задумке у Пиноккио должен был расти не нос, а... Ладно, это просто... Просто тупая шутка. Вырезанная сцена на самом деле никак не касается деревянной куклы. Она затрагивала Джепета, мастера, который сотворил Пиноккио. Когда Джепет отправляется на поиски Пиноккио, он попадает в желудок киту и застревает там надолго. Какое-то время он питается рыбой, попавшей в желудок, но со временем все запасы кончаются, и он понимает, что так долго он больше не протянет. Я не думал, что закончу вот так, Фигара. Однако во время сна кит решает немного перекусить. Наверное, многим знакомо такое. Он закидывает себе в брюхо несколько килограмм свежей рыбы, старик радуется, питомцы радуются и все отлично. Но в изначальной задумке все было немного иначе. Авторы хотели показать, как старик сходит с ума и решает съесть свою золотую рыбку, которая была с ним с самого начала. Бля, вот это было бы охуенно! От фильма. Зарисовки с обезумевшим стариком и его котом выглядели реально жутко, потому сцену решили убрать. Хотя, если так подумать, ведь это почти расизм. Почему съесть золотую рыбку это ужасно, а серую нет? Как это вообще тут работает? Вообще, Пиноккио изначально не вписывался в рамки детского произведения, и с ним было связано немало жуткой хрени. Сказка по на... Очень жаль, что вырезали, на самом деле. Сначала была короткая и кончалась не совсем хорошим финалом. Автор произведения Карла Колоди не очень любил детей и наделил мальчика с самыми скверными чертами, непослушностью и лживостью. А в конце сказки... Красавчик. ...безымянный кот и лиса скрутили ему руки за спиной, просунули его голову в петлю и повесили на ветки дуба. Однако в скором времени поддав... И так будет со всеми, кто плохо себя ведёт. Я буду своего ребёнка так пугать. Будешь, блядином, не врать и плохо себя вести, тебя деревья поймают, скрутят нахуй, подвесят, блядь. Понял, сука, будешь болтаться мёртвым в лесу. Всё, блядь, сел бы, пожрал щи. В лением слезливых письм от читателей сказка была переделана. Она стала более длинной и со счастливым финалом. Сам же кол... Блядь, ставь плюс, если тебя бесят, когда ёбаные люди давят на авторов произведений, и они вынуждены что-то там переделывать из-за этого. Прям бесят, ёбаные людишки ссаные, не способные оценить действительно качественный контент. Лоди впоследствии возненавидел этого персонажа, так как стал ассоциироваться с детским писателем. Хотя большую часть времени он сочинял взрослые романы и мечтал стать этаким итальянским Шекспиром. Но и это ещё не всё. Вот так, например, должен был выглядеть Пиноккио в мультфильме. Согласитесь, не самая приятная внешность. Сверчка должны были убить ещё в самом начале, а сцену с превращением мальчика в осла, которую так и не вырезали, думали... Слышал про пресс-конференцию Давыдовича. Он про крышу блогерскую рассказал. Там типа чуваки дань собирают с богатых блогеров. Ну, давайте скажу так. Я не знаю, что рассказал Давыдович, а я знаю эту историю. Я даже знаю окончание этой истории. Я даже знаю, кто запашлял этим людям. Я даже знаю, сколько. Некоторые имена бы и суммы подвергли вас в дичайший хохот. И да, я знал про Давыдовича. Думаю, многие всё ещё помнят. Мама! Нет, я не буду ещё рассказывать, потому что, ну, типа, блядь, это совсем супер такие инсайд вещи, инсайд тёрки, можно сказать так. Но я смеялся очень сильно. Я смеялся очень сильно, особенно от сумм и... Забейте. Забейте вообще, блядь, забейте. Далее мультфильм «Тачки» и вырезанный эпизод, который называется «Потерянный». На самом деле, не совсем понимаю, почему вырезали эту сцену. Как по мне, у Disney и Pixar были сцены пожёстче, но которые почему-то не вырезали. В этом эпизоде McQueen теряется где-то в пустыне и случайно тыкается на кладбище автомобилей. А автомобили тут это как бы люди. Получается, что в мультфильме показывают, как он наткнулся на кладбище людей. Но, блин, это же какая фантазия должна быть у ребёнка, чтобы вместо машины он тут видел человека с дырявой головой. Хотя, с другой стороны, эта сцена не несла никакого смысла, так что её не жалко было и вырезать. В оригинальной пьесе Питер... На самом деле, если бы всё это показали, даже никто бы не задумался. Всё нормально, может не говорить, нам неинтересно, да. Девочка Венди не хотела взрослеть, она хотела остаться... Отцом настолько больших или настолько маленьких? Блядь, ну... От больших... Ну, в некоторых случаях от больших. Вернее, вообще, весь рофл отцом именно больших. И... Блядь, кто какой-то пиздил сначала, а потом... В общем, чат. Это очень смешная история. Правда. Я не знаю, что рассказал именно Давыдович, но эта история просто очень смешная. Очень смешная. Прям, блядь, ржали всем селом. Вот серьёзно. Это очень смешная история. Ээээээ... Так что... Ладно. Са ребёнком. И когда к ней в дом попадает Питер Пен, герой сказок, он предлагает отправиться ей... Если Давыдович там когда-нибудь пропиздит всю эту историю, там и сольёт дохуя инфы, тогда уже можно будет рассказать. Пока он просто пизданул про это и... Ну и как бы без имён там, да, без суммы, безо всего. Поэтому я ничего рассказывать не буду. То есть, если там он как-то распиздит эту хуйню, Ну, тогда ладно. Я вам могу рассказать там про Давыдовича. И ее братьям в фантастическую страну Нитландию. Нахуй ты интригуешь, блядь? Нет, там Давыдовича рассказал, мне передали. Где они навсегда останутся детьми. То же самое мы видим и в мультфильме о Диснейм. Однако диснеевцы хотели немного изменить эту историю. В их альтернативной истории Питер Пен должен был забрать детей против их воли. Достав нож, он зовет маленькую фею Динь-Динь пойти и похитить детей. Они проникают в дом, Питер подкрадывается с... От кого этих блогеров крышевать? Ну, это не совсем крыша, ребят. Короче, забейте, тема закрыта, все. С ножом и веревкой в руке к кровати девочки. И шепчет, как же это прекрасно, не так ли, Динь? Динь распыляет пыльцу для более простого подчинения девочке. И они забирают ее в Нитландию. Вот это я понимаю, криповые сцены, а не то, что какое-то там кладбище автомобилей. От такой задумки есть... Нет, Мазукала, я не буду сливать эту информацию. Потому что она трогает большое количество людей, которые сейчас продолжают делать контент, которых вы знаете, которых, блядь, вы, наверное, даже смотрите, многих из них. И я ничего не буду говорить, поскольку вас-то вообще ебать не должно. Если найдется какой-нибудь, блядь, еблан, который там все это сольет, я бы мог бы добавить каких-то подробностей, которые, например, в этом бы не было, раз уж на то пошло. Но сам эту информацию я рассказывать не буду, потому что, ну, как бы... Естественно, решили отказаться. Хотя мне вот всегда интересно, как до такой задумки вообще доходят разработчики. Вот, например, Лила и Стич. Вы все наверняка знаете этот мультфильм. Под какими веществами делали этот эпизод, я не знаю, но, слава богу, авторы успели протрезветь и убрать эту сцену из мультфильма. В нем Лила находит выброшенную на берег рыбу, показывает ее Стичу и тот выбивает ее из рук девочки. Рыбка падает на землю, ее терзают до смерти чайки. И Лила, конечно, пыталась помочь рыбе, но птицы набросились и на нее. Что самое жуткое, Стич в это время просто стоял в стороне, наблюдал и улыбался, не пытаясь никак помочь. После нам показывают, как Лила похоронила рыбку, а когда она возвращается к маленькому синему монстру, он тихо стоит и плачет. Для чего вообще нужна была эта сцена? Как она раскрывает персонажа, кроме того, что мы явно видим, что он ебаный псих? Тебя же это не коснулось, блядь, ребята? Вы что, извините меня, но я не идиот. А если бы мне была реальная, прям жесткая угроза от каких-то чуваков, которые бы реально, блядь, мне угрожали, не знаю, пытались с меня содрать какие-то бабки под разными предлогами, и если бы я понимал, что мне действительно грозит опасность, то есть я понимал бы, что это не голословные какие-то там ряженые клоуны, то я могу поднять бы определенную шумиху и как-то все это дело попытаться решить. У меня есть ребята, которые бы мне помогли это сделать, в том числе там и блудки. То есть все решалось бы иначе, я бы сто пудов не стал бы. Я бы и в полицию бы обратился. Ну то есть я бы обратился и в органы, и попытался бы сделать так, чтобы эти органы работали. Ну понимаете, о чем я. Вот и все. То есть я в любом случае бы не стал бы никому там что-то делать, да? Я не знаю. Вы, наверное, замечали, что диснеевские персонажи очень часто теряют своих родителей. Именно с этого и начинается история Тарзана. У берегов Африки происходит кораблекрушение, в результате которого спасается молодая пара с маленьким сыном. Они строят хижину из остатков корабля и поселяются на острове. В это время нам показывают, как у горилл погибает маленький сын от лап леопарда. Расстроенная мать Кала, это которая горилла, вскоре слышит детский крик и попадает таким образом в ту самую хижину. Кала видит... Вон как Соболев найми пять качков со стволами. Чувак, блядь, ты можешь нанять десять качков со стволами, но если тебя захотят убить, тебя просто расстреляют, блядь, с автоматом вместе с твоими качками. Это вообще не поможет. Такие вопросы решать трудно, их надо решать совсем иначе. Найм бесконечного количества охранников, это... Ну... Типа, блядь, ну ты понял. Кругом разгром, а потом замечает двух мертвых людей. Это и были родители Тарзана. Сам мальчик остался жив, и Кала спасает его от того самого леопарда, после чего она становится его матерью. Согласитесь, сцена получилась и так достаточно грустной, но изначально нам хотели показать, как именно леопард убил родителей. Хотя я хочу вам сказать, эта сцена была бы не такая жуткая, как та, которую решили оставить. Это я сейчас говорю про финал картины, где главный злодей вешается на Лиане. То есть, по логике создателей, повешенный человек это нормально для детей. А вот фотосессия борьбы с животным, это... Это давайте вырежем лучше. И, наконец, Бэмби, который... 90-е в мире блогинга? Бля, ребят, если бы вы знали, что творится даже не в мире блогинга, 90-е... Знаете, куда пришли 90-е? Могу вам просто, опять же, ничего рассказывать не буду, но чтобы понимали. Вот, знаете, есть такая штука, там, например, сервера Майнкрафт, да? Сервера GTA. Знаете, да? Ну, вот, 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 GTA RP, например, там разные сервера, да? Вот есть многие Майнкрафт-порталы, или там... Или GTA сервера, у которых обороты миллионные. Миллионные. Там дети админы... Хорошо. Там дети админы, у которых обороты в миллионы рублей ежемесячно, чистыми. У некоторых это вообще ебанутые цифры. И вот там, например, вот там, например, очень нихуевые тоже 90-е. Вы не поверите. Прям, блядь, настоящие 90-е. Так что... Пиздец даже там, где вы не задумываетесь. Который так же стал сиротой. И хотя смерть матери показывают за кадром, этот момент запомнился очень многим. Не оглядывайся! Беги! Малыш! У майнкрафтеров ад, но к майнкрафтерам это меньше относится. Это больше относится к ребятам, которые держат сервера GTA, и у которых охуенно огромные обороты. Там все очень непросто. Успели? Успели, мама? Мы... Мама? Если помните, что стало с охотником, как он выглядел и прочее, нам так и не показали, но собирались. Бэмби должен был наткнуться не только на тело своей матери, но и найти сгоревшее тело охотника. Но тело матери, ладно, типа просто там, мертвые животные, как бы более-менее, а сгоревшие тело охотника... Но руководством Дисней было запрещено показывать измученные мертвые тела, поэтому сцену убрали. А на этом, собственно, все. И я, кстати, прошу прощения за то, что роликов не было уже две недели. Дело в том, что первую неделю после прошлого ролика я отдыхал, а потом заболел, и у меня не было голоса. Но... Ясно. Ясно. Ёбаные детишки... Ёбаные детишки не начали убивать своих родителей. Но мне что-то подсказывает, больше, конечно, было сделано для родителей, чтобы они потом не засудили Дисней, что там... Пока в 90... Что там, помимо трупа оленя, еще какой-то труп нашли. Так что... Хуйня, видос, ничего нового. Тоже, на самом деле, особо ничего такого прикольного там не было. Многообещающе, но... Но по факту не это.